Дмитрий Романович, здравствуйте! Ну, если говорить вообще о сердечно-сосудистых заболеваниях в целом, то существуют ведь и врождённые заболевания сердечно-сосудистой системы. Я думаю, мы о них сегодня говорить не будем. А вообще такие распространённые заболевания, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, болезни сосудов и аорты, да, в общем-то, они молодеют. Они молодеют и доставляют их владельцам массу хлопот. И, к сожалению, в конечном счёте болезнь возникает, она рождается, она, так сказать, существует вместе со своим хозяином, с пациентом, и умирает, но тоже, к сожалению, вместе с ним. Вот почему так важно вовремя диагностировать заболевание, вот, и начать его лечение своевременное, хорошо знать симптомы, и, как вот сейчас принято говорить, научиться самому существовать своим заболеванием. Вот это несколько недавние понятия, которые появились в европейской нашей медицине некоторое время тому назад, но вот тот тезис о том, что самолечение наносит вред, он сегодня не актуален, потому что лечение хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, это лечение человека, которого обучил врач. И обучил его нескольким моментам. Ну, первое – это ведению образа жизни, питанию рациональному, так, как избегать факторов риска устранимых, и как от них отказаться. Ну, например, курение, алкоголь. Вот. И как правильно принимать медикаменты, как правильно измерять тоже артериальное давление. Сейчас, как измерять пульс, тем более, что сейчас очень много гаджетов всяких появилось, которые не составляют труда определить, какой у вас пульс, нормальный он или ненормальный. Вот. И уже ввести дневник своего состояния. Это обязательно для больного хроническим сердечно-сосудистым заболеванием. И когда такой вот уже обученный человек, грамотный, приходит на прием к врачу, ну, с ним, конечно, гораздо проще общаться. Результаты его лечения значительно, как правило, лучше, чем человек, который себе не уделяет внимание. И прогноз, естественно, более хороший. То есть они, как правило, живут дольше. А в нашем городе вы встречали таких ответственных пациентов, которые ведут медик? Да, есть такие ответственные пациенты, которые прямо приходят в точно назначенный срок, отчитываются очень внимательно к себе. И это не только люди, так сказать, с высшим образованием, которые так как бы положено это делать, но и это достаточно люди простых специальностей. Но их, к сожалению, не так много. И поэтому наша с вами задача популяризировать знания о сердечно-сосудистых заболеваниях с тем, чтобы как можно больше становилось у нас таких людей, которые знают о сердечно-сосудистых заболеваниях и помогают не только себе, если они больны, но даже если они не больны, то своим окружающим. И что нужно сделать в первую очередь? Ну, в первую очередь нужно знать свою родословную, как это ни странно. Ибо сердечно-сосудистые заболевания, как правило, генетически зависимы. То есть они могут неразумным образом жизни, так сказать, усугубляться, убыстряться их развитие, приводить к летальному исходу. Вот. Но если вы знаете, так сказать, о том, что ваша мама страдает гипертонией, ваш папа страдает гипертонией, ну, это означает, что и вы рано или поздно будете гипертонией страдать. Поэтому вам надо начинать заниматься первичной профилактикой этого заболевания. А что это значит? То есть вы ещё не болеете, но вы уже профилактируете эту болезнь. То есть это вам позволит как можно дольше не заболеть этой заболеванием и сохранить свою трудоспособность, что очень важно в наше время. Что надо делать? Вопрос очень правильный. И ответы на него достаточно просты. Существуют факторы риска, которые можно устранить. Это, значит, режим дня, то есть лица, которые подвержены перспективе заболеваниями гипертонической болезни, они должны спать не менее 8-9 часов, причём непрерывно. Вот. У них соблюдать режим труда и отдыха. Избегать стрессорных ситуаций по возможности. Или, если их избежать невозможно, то гасить их с помощью безвредных седативных препаратов, ну, травяных, валерьяна, пустырник, в виде чая и так далее. Вот. Это обязательно контроль веса. Это подвижный образ жизни. То есть, нужно взять за правило проходить не менее 5, а лучше и более километров в день. Именно пешком. Потому что, как показали исследования последние, бег, например, он повышает нагрузку на суставы. И в определённом возрасте возникают проблемы. А вот ходьба, плавание – это как раз виды активности, которые следует приветствовать, и они полезны. Надо сократить употребление соли. Вот. Считается, что употребление соли, оно не должно превышать 5 грамм в сутки. То есть, надо за этим следить. Ну, далее, если дальше переходить к рациону, нужно, чтобы были равномерные и правильные промежутки между приёмом пищи. И сама пища носила такой характер больше овощей, фруктов. Причём лучше не экзотических. А то, что произрастает на территории Рязанской области или Центрального федерального округа. Потому что наш организм адаптирован именно к этому. Вот. Ну, значит, рыба жирная, морская, очень, значит, полезная. Морепродукты, кроме креветок, потому что там содержится достаточно много холестерина. Нежирные сорта мяса, вот. Но, так сказать, уменьшать количество красного мяса и увеличивать количество приёма белого мяса курицы и индейки. Хотя, конечно, сейчас вот говорят о том, что и куры, и индейки, значит, вот, особенно из детского питания, их надо исключить. Потому что в технологии выращивания их применяются антибиотики и гормональные препараты, чтобы они как на дрожжах вот росли. Но это, к сожалению, вообще общая проблема нашей пищевой промышленности. У нас и колбасы, и сыры, и молочные продукты, значит, имеют большие проблемы. Поэтому нужно обязательно следить за, значит, производителем, за жирностью молока. Молоко лучше употреблять полутора процентное. Вот, ну, максимум 2,5 процента. Больше употреблять кисломолочных продуктов, они более полезны. Ну, ещё раз подчёркиваю, вот, овощи и фрукты. Так называемая среднеземноморская диета, которая, вот, она очень давно описана, и которую, ну, большинство из нас сейчас может себе уже позволять. Овощи, оливковое масло, морепродукты и рыба. Ну, да. Но это не говорит о том, что совсем надо исключать сливочное... А по поводу того, что нужно отказаться от красного мяса в пользу белого, это правда? Ну, это да, это правда. Вот, но совсем отказываться ни от чего не надо. Надо просто уменьшить долю этих продуктов в рационе. Кроме того, белок можно пополнять ещё с помощью бобовых культур. Очень это, так сказать, актуально. И можно пополнять с помощью орехов. Вот. Ну, вообще, я скажу, роль диетологии в первичной, да и вторичной профилактике вот сердечно-сосудистых заболеваний, сейчас всё более и более, так сказать, выступает на первый план. И я должен сказать, что за последние годы были созданы сбалансированные рационы, вот, в частности, нашим институтом питания, и не только нашим институтом питания, но различными, так сказать, фирмами, которые учитывают вот все потребности за трат, так сказать, человека и они, так сказать, позволяют, если вот, ну, нет времени на приготовление такого изысканного обеда, вот, а очень там хочется покушать, то можно вот этот коктейль, как, не как правило, а какими-то вот курсами, значит, этот коктейль развести, вот на этом нежирном молоке его выпить и получить всё, что необходимо, в том числе и незаменимые аминокислоты, и, так сказать, витамины, и так далее, и тому подобное. Помимо питания вы перечислили такой пункт, как постараться избегать стрессов. И мы часто слышим выражение, что все болезни от нервов. Так ли это на самом деле, по Вашему мнению? Ну, бытует такое мнение, хотя существуют и инфекционные заболевания, и другие патологии, которых пока генез непонятен. Но если говорить, скажем, об ишемической болезни сердца, о гипертонической болезни, то, да, конечно, я, так сказать, вот должен констатировать, что вот такая напряжённая всё время ситуация дома, на работе, да, способствует, скажем, проявлением, усилению проявлений того или иного заболевания. Нельзя сказать, что вот сразу от этого человек заболевает, но если это повторяется из раза в раз, то, конечно, да, это имеет значение. И, как правило, вот были в своё время проведены работы, когда такие сильные личности, вот, у которых высокое чувство ответственности, они болеют за то, что им поручается, или то, что они поручают, вот они более подвержены повышению артериального давления, чем те люди, которые, так мягко говоря, немножко манкируют своими обязанностями, вот. Но это не значит, что только это следует учитывать в выборе профессии. Дмитрий Романович, к сожалению, время программы проходит к концу. Спасибо вам большое за беседу. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня был главный врач кардиологического диспансера Дмитрий Ракита. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова